Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. И я сегодня хочу вам показать, как я буду использовать вот эти вот очень бюджетные кисти, которые я покупала в FixPrice. Каждая кисть стоила по 99 рублей. У меня есть кисть для бровей вместе с щеточкой. Есть вот такая растушевочная кисть. Это из натурального ворса. И вот такая большая кисть для пудры. Эта кисть вот такая тоненькая, потому что я ее хранила в Брэшгарде. Я эти кисти уже помыла. И так, на данный момент у меня на лице ничего нет, кроме увлажняющего геля. И я нанесла под глазки увлажняющий крем от Фаберлик, от Аквасмарт. И сейчас я буду наносить вот такую вот базу от NYX. Да, это NYX. Порфиллер называется. Это база такая, которая скрывает поры. Написано, что она скрывает поры. Такую затирку для пор я буду наносить там, где у меня особенно большие поры, а не просто как кратеры. Это у меня вот в этих местах, на лбу, на подбородке. И буду наносить прям вот капельку-капельку, хорошо втирая в кожу, чтобы поры разгладились. И я сегодня буду наносить кушен, который я вам еще, по-моему, ни разу не показывала. Кушен корейского производства. Вот так вот он выглядит. Это фирма Засаем. Да. Я купила его, когда еще заказывала свою корейскую косметику. Я им пользуюсь, но не так часто, как хотелось бы, потому что этот кушен, или кушон, как правильно называется, до сих пор не могу запомнить, этот кушон для жирной кожи. И он на зиму не подходит. Я попробую его нанести, потому что он в светлом оттенке, и мне нужно как-то его использовать. Итак, буду наносить кушен. Здесь внутри лежит вот такой спонж, но я этим спонжем не буду наносить. Мне как-то немножко неудобно. Я буду наносить это средство своим спонжем. Да, это спонж от Арифлейм. Вот так вот выглядит это тональное средство. Очень удачный оттенок. Он светлый. Даже вот для меня после зимы он немного светловат. Этим кушеном можно добиться очень даже хорошего покрытия. Мне это нравится. Я сегодня не буду делать сильно плотное покрытие. Буду наносить это тональное средство в один слой. Затем я нанесу консилер. Буду наносить корректор в нужные места. И, конечно же, буду припудривать все лицо нашей кистью, которую я сегодня хочу вам показать в действии. Хочу сразу показать, что же у меня на ногтях. У меня сегодня на ногтях лак от Фаберлик. Лак для ногтей умный цвет в артикуле 73-58. Я его нанесла в два слоя. Вместо консилера и корректора я буду наносить вот такой вот консилер тоже корейского производства. Кстати, та же самая фирма The Saem. У меня в 0.1 оттенке очень классный консилер. очень плотное нанесение, такое красивое нанесение. Мне безумно нравится. Я наношу этот консилер буквально чуть-чуть, потому что плотное покрытие дает этот консилер. И наношу его во все места, где мне требуется хорошее покрытие. Этот консилер очень хорошо держится на моей коже. Он безумно стойкий и идеально подходит мне по оттенку кожи. Распределяю консилер тоже этим же спонжем и скрываю все свои недостатки. На этом консилере хорошо держатся тени, не скатываются. Хотела с вами поговорить о сообщениях, которые у меня последнее время начали приходить все больше и больше. Сейчас в личные сообщения ВКонтакте пришло сообщение женщина или девушка, я так и не поняла. Там никаких таких адекватных фотографий не было в профиле пишет мне после того, как она увидела мой комментарий Антону С. Вы, многие знаете такого блогера. Он такой нетипичный блогер. Антон Суворкин его зовут. Он жил в Норвегии, сейчас переехал в Милан. Я иногда его комментирую. Мне его канал очень нравится. И он сам такой очень необычный человек, такой харизматичный человек. Я иногда просматриваю его видео и, конечно же, комментирую так незначительно. И вот эта женщина или девушка увидела мой комментарий. Это, видать, моя подписчица, потому что она пишет, что я вот, Эля думала, что ты адекватный человек, а ты поддерживаешь таких, как он. И главное, она не пишет в комментариях, она пишет ко мне в личные сообщения ВКонтакте. Я ей пишу, что в чем проблема вообще, а она пишет, да я таких, как ты, убивала бы просто как бы на месте. А, она пишет, да я таких, как вы, то есть она имеет в виду, наверное, Антона С и меня, и вообще не знаю, что она имеет в виду, типа убивала бы на месте, тому подобное. Такие вот оскорбления очень неприятные для меня прозвучали, да, и я, конечно же, сразу удалила это сообщение, потому что мне стало до такой степени неприятно. Хочу пояснить, да, на своем канале, чтобы не было таких вот случаев, чтобы ко мне заходили и писали какие-то оскорбления. Я считаю, что каждый человек имеет право жить так, как он хочет. Главное, чтобы он не нарушал закон и чтобы не мешал жить другим. Антон С, я считаю, он живет так, как хочет, и он большой молодец. Я его уважаю в этом плане, и поэтому я не понимаю тех людей, которые воротят нос, фу, да он красится, да он как баба. Впречь хочу, мои дорогие, вас попросить, чтобы не затрагивали такие темы. Особенно я не люблю, когда затрагивают тему национальности, когда начинают говорить, что вот одна национальность такая хорошая, вот другая национальность такая вот плохая. Этого я вот терпеть не могу, и, конечно же, на своем канале больше не хочу слышать, чтобы вы писали мне об этом. Этого я, конечно же, не хочу, мне это неприятно. А всем людям я отношусь одинаково, я толерантна в этом плане, поэтому хочу сказать, чтобы вы, мои дорогие, были добрее. Так, вернемся к нашему макияжу. Я нанесла тональную основу, нанесла консилер, корректор, везде все замазала, и пришло время нанести пудру. Я беру вот такую вот кисть, которую я купила, фикс прайс, которая стоила 99 рублей. Так как у меня была очень матирующая тональная основа, а этот кушен как раз он матирующий, я возьму не матирующую пудру от Фаберлик. Это, кстати, новиночка, артикул 6179, и эта пудра мне безумно нравится. У нее такое сатиновое свечение, но не навязчивое. На лице эта пудра не блестит. И наношу пудру на все лицо, и под глазки, и на веки. Пудра этой кистью ложится равномерно. Мне нравится, как наносит эта кисть. Но я заметила, что когда вот сильно нажимаешь на лицо этой кистью, то может немножко покалывать. Там есть отдельные ворсинки, они, видать, такие вот жесткие, и они могут покалывать. Вот это, конечно, мне не понравилось. Что мне еще не понравилось, эта кисть все-таки она немного маловато для пудры. За 99 рублей я считаю, что это очень хорошее приобретение. Так как она небольшая, и вот такая конусообразная, после того, как я высушила эту кисть в брешгарде, после помывки, она стала похожа формой немного на эту кисть от Avon, которой я делаю скульптурирование. Поэтому сейчас будем делать скульптурирование этой же кистью. Сейчас я возьму вот такое свое любимое, самое любимое скульптурирующее средство от Faros. Это очень бюджетная косметика. У меня оттенок 0,5. Написано, что это бронзер, но это для меня скульптурирующее средство. Я уже пробовала скульптурировать свое лицо именно этой кистью, и получилось, я скажу, неплохо. Сейчас вы посмотрите. Точно так же набираю немного и растушевываю, выделяю свои скулы. Мне очень нравится, как растушевывает эта кисть. Посмотрите, получается, мне кажется, очень даже неплохо. И еще одна, видать, моя подписчица, мне написала ВКонтакте. Не знаю, почему такие гадости пишут именно ВКонтакте, но у меня так получается. Она мне, значит, пишет после того, как увидела мой комментарий на канале Кристиночки. Вы тоже, наверное, многие знаете канал Кристины, которая переболела раком. У нее был рак груди, и теперь она находится в ремиссии. Почему я об этом начала говорить? Потому что я вот недавно, буквально сегодня посмотрела ее видео. Бедная девочка, мне ее так жалко, потому что человеку и так пришлось пережить такой очень непростой период в своей жизни. Это болезнь. Она не знала, выживет ли она, не выживет ли она. Даже собирала, по-моему, деньги на свое лечение, потому что она живет в Украине, у них там все сложно с финансами. И, значит, моя подписчица, после того, как увидела комментарий, я Кристину, кстати, смотрю очень давно. Я Кристину смотрела до ее болезни. То есть, я смотрела ее видео, как она была беременная, как она родила сына, как она заказывала Фаберлик, вот поэтому я ее начала смотреть, по-моему, из-за заказов Фаберлик. Я ее смотрю давно и иногда тоже комментирую, но я вообще не люблю комментировать, да, я очень редко комментирую, если вы можете заметить. И, значит, я Кристину как-то прокомментировала, написала, что желаю ей здоровья. Ну, вот в таком вот позитивном ключе я ее прокомментировала. И эта подписчица увидела мой комментарий, зашла ко мне в контакт и начала писать, вот как же так, как ты можешь поддерживать эту лицемерку. Начала ее обзывать всякими нелестными словами по поводу ее национальности, кстати. и начала писать мне, что я вот такая вот, я хорошая, почему я поддерживаю эту не буду говорить кого. Я ей написала, что я очень давно смотрю Кристину и поддерживаю ее, желаю ей здоровья. После того, как я написала ей об этом, она начала меня поливать такой грязью, простите, и затронула и мою национальность, и чуть ли смерти мне не пожелала. Это был просто какой-то трэш. Я в шоке просто от таких людей, вот какая, да, вот человеку разница, кто и что кому пишет. Конечно же, до того, как я начала вести свой канал, я даже не представляла, что на свете бывают вот такие вот злые люди. Это сообщение ко мне приходило довольно-таки давно, но я его до сих пор помню, и помню, вот как эта женщина с такой вот ненавистью мне написала. Итак, я продолжаю скульптурировать свое лицо. Мне нравится, как эта кисть наносит, скульптурирующее средство, очень мягко все наносит, хорошо отдает продукт, на кисти практически не остается продукта, и это очень хорошо. Я думаю, что хватит, да, на скульптурирование. Сейчас я буду наносить румяна. Сейчас я буду наносить вот такие румяна. Это из китайского сайта, я их заказывала очень давно, и даже в фаворитах своих показывала вот этот хайлайтер. Посмотрите, здесь уже приличная ямочка образовалась, как я его использую. Очень красивый хайлайтер с розовым подтоном. Румяна буду наносить той же самой кистью. Кстати, этой кистью я еще не пробовала наносить румяна. Сейчас мы посмотрим, как это все будет выглядеть. Мне очень нравится, как наносит румяна эта кисть. Не создает пятен. И следующее, что я буду наносить, но уже другой кистью, вот этот хайлайтер. Он мне безумно нравится, до сих пор нравится. Он очень классный. Нанесу немного хайлайтера, не буду перебарщивать, потому что у меня сегодня румяна, тоже шиммерные. Хайлайтер нанесу сразу же и под бровь, и на выступающие части скул. Теперь я буду наносить тени. Я взяла сегодня вот такую свою старенькую палетку. Это палетка от Maybelline The Nude. Тени я постараюсь наносить вот этой одной кистью. Это у нас будет макияж одной кистью. Не знаю, что из этого получится, но я думаю, что получится неплохо. Беру вот такой светлый оттенок, он такой жемчужный, буду наносить на все подвижное веко. Могу сказать, что кисть очень равномерно переносит тени и таким тоненьким тоненьким слоем. В принципе, мне очень нравится. У меня есть две похожие кисти. Вот эта кисть, моя любимая кисть от Sigma, которая, кстати, стоит раз в 10 дороже, чем эта кисть. Я считаю, что они очень похожи, даже вот по длине ворса. но хочу сказать, что кисть от Sigma, она, конечно, более мягкая, чем кисть из Fix Price, но, в принципе, это и понятно. Сразу же нанесу светлый оттенок теней под бровь. Сейчас я стряхну светлые оттенки теней и буду наносить вот этот оттенок и буду выделять свою складочку века. Особенно хорошо растушевывать вот этой кисточкой такие пигментированные тени. Если тени плохо растушевывают, то этой кистью можно растушевать их прям вот под ноль. Мне эта кисть в этом плане очень даже понравилась. Сегодня буду делать неяркий макияж, потому что у нас будут очень яркие губы. Следующая кисть, которую я возьму, это моя китайская кисть. Буду брать вот такой темно-шоколадный оттенок и нанесу его на внешний уголок глаза. И потом мы будем растушевывать эти тени кистью из Fix Price. Беру вот такую вот тоненькую кисть карандаш и наношу тот же коричневый оттенок на нижнее веко, на внешний уголок. Вы наверное уже сто раз видели, как я это делаю, поэтому не буду акцентировать на этом ваше внимание. Все-таки я решила сделать макияж глаз немного ярче и вот этот вот черный оттенок добавила по росту ресниц на внешний уголок глаза. Сейчас попробуем растушевать все тени и постараемся не смахнуть это все дело. Нужно растушевывать очень аккуратненько, потому что кисть сама по себе жестковатая и она может снять весь слой теней. Поэтому растушевывать нужно очень аккуратненько, такими легкими движениями. Я беру свою чистую кисть от Sigma и дотушевываю то, что осталось. Следующее, что я возьму, это будет вот такая кисть для светлых оттенков и буду наносить вот такой светлый жемчужный оттенок, он очень красивый, на внутренний уголок глазика. Сейчас я, как обычно, нанесу вот этот вот карандаш на свою слизистую и верхнюю и нижнюю и вернусь к вам. Мы будем оформлять бровки. Итак, мои дорогие, я к вам вернулась. Я уже нанесла на слизистую карандаш, я вам его показывала и нанесла свою любимую тушь от Фаберлик. Я уже вам ее сто раз показывала, но еще раз покажу. Она называется Push Up и у нее артикул 54-71. Осталось нам только оформить брови. Я сегодня брови буду оформлять тенями и, конечно же, своей новой кистью, которую я купила Fix Price. Сегодня я буду оформлять брови вот этим оттенком. Это моя старая старинная палеточка от Фаберлик, еще старой версии артикул 52-12. До сих пор сохранилась этикеточка. Кисть для бровей выглядит вот таким образом. Очень ровный срез. Как видите, я уже использовала такую кисть в работе. И сейчас быстренько оформлю свои брови. Надеюсь, вы что-нибудь увидите. Набираю немного теней и наношу. Итак, я кое-как оформила свои брови. Надеюсь, они получились более-менее. Кисточка я очень довольна. Она очень упругая. Срез ровный, срез правильный. Но, конечно, эта кисть не подойдет для того, чтобы нарисовать стрелки. Нет. И на этой кисти с другой стороны имеется вот такая удобная щеточка. Сейчас я расчешу этой щеточкой свои брови. Фиксировать сегодня свои брови не буду. Очень удобная маленькая щеточка. Мне нравится. Итак, вот к этой кисти никаких вопросов нет. Она хорошая. За 99 рублей можно и купить. Итак, мой макияж практически готов. И мне осталось только нанести вот такую вот помаду. Это помада от Avon из серии Mark. Это матовая помада. Помаду буду наносить без карандаша. Надеюсь, получится более-менее ровно. Эта помада имеет муссовую консистенцию, очень приятную и имеет очень приятный аромат. Ненавязчивый аромат имеет. Мне нравится оттенок, но, к сожалению, я такой оттенок не часто наношу. Вот сегодня под настроение решила нанести. Сейчас я быстренько распущу свои волосы и вернусь к вам. В принципе, вот и все. Мой макияж готов. Я распустила волосы. Сейчас я буду снимать, кстати, для вас видео с моими обновками одежды. Надеюсь, вы уже это видео посмотрели. Если вы не посмотрели, то обязательно заходите, смотрите мое предыдущее видео. Конечно же, проходите ко мне в инфобокс, там вы найдете ссылочки на мой инстаграм, на мой контакт. Если вам понравилось это видео, поставьте пожалуйста лайк. Если не понравилось видео, можете поставить дизлайк, напишите комментарии. Я безумно люблю читать ваши комментарии. Спасибо большое, что вы досмотрели мое видео до конца. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи!